Несколько дней назад антилопы-ориксы получили почти свободу. Редких парнокопытных переселили в зону Африки, в просторный вольер с большой территорией. В первые же дни обитания на новом месте одно из животных поранилось об электрическое заграждение. Электропастухов установили здесь, чтобы животные не приближались к заграждениям вольеров. Антилопа ударилась об электрическое заграждение, через несколько дней погибла. Результаты вскрытия показали, что после удара грудной клеткой в легкие животного попала кровь, что никак не выяснишь после первичного осмотра. Также мы выяснили, что у орикса была сердечная недостаточность. Возможно, стресс стал еще одним толчком к гибели. Трагедия обернулась в новое место жительства и для южноафриканского Каймана. В ходе реконструкции террариума зубастого обитателя тоже переселили в новое место. В бывший вольер бегемотов переехал сначала нильский крокодил, а затем и Кайман. Такую смену условий обитания рептилия не вынесла. «Всю жизнь эти животные жили при одной температуре в закрытом террариуме, но сейчас он находится на реконструкции. Поэтому мы всех животных оттуда переселили в жирафятник. Крокодилов решили выставить на экспозицию вольере, где раньше обитала бегемотиха Глория. Возможно, перемена погоды повлияла. Новых условий обитания крокодил не вынес. После экспертизы выяснилось, что у него также была подагра». В 2014 году антилопа Орикс приехала в шумкенский зоопарк из Красноярска. Южноамериканский Кайман жил в зверинце 2004 года и попал сюда уже большим. Ему было около 20 лет и, возможно, он умер просто от старости. Сейчас в вольере бегемотов обитают нильские крокодилы и водяные черепахи. По словам сотрудников зверинца, они чувствуют себя хорошо и имеют отменный аппетит. Электропастухажи из вольера парнокопытных убрали.